В Московской области стартовал второй этап проекта «Классика. История и современность». Организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации, компания «Кинофокус», Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке администрации Дмитровского городского округа. Пошел бы по базару посмотреть кое-какого товара. Это федеральный проект, который называется «Классика. История и современность». Проект проходит уже третий год в вашем городе, и мы каждый год приносим и привозим замечательные различные спектакли. В основном это были спектакли для взрослых. Это были музыкальные спектакли, литературно-драматические. А в этом году мы привезли новый спектакль для детей. Это спектакль непростой, это спектакль интерактивный, где есть возможность детям участвовать в этом спектакле, почувствовать себя актерами, непосредственно с артистами иметь взаимодействие и контакт. На сцене Дмитровского драматического театра Дворца культуры созвездия для юных дмитровчан был представлен интерактивный спектакль для детей «Сказка о папе и работнике его балде», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это очень интересно, потому что проект в этом году и именно эта постановка, которая называется «Всем известная сказка Пушкина, сказка о папе и работнике его балде». Спектакль специально, именно первый раз показывается в городе Дмитрове, подготовлен именно для дмитровских детей. Спектакль благотворительный, и он проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации Дмитровского городского округа и Центра кинофестивалей и международных программ. Поэтому мы думаем, что ребятам этот спектакль понравится, и они смогут побывать и в сказке, и в то же время стать актерами. На буквально некоторое время, но может быть, кому-то это в дальнейшем пригодится и в жизни. В спектакле для детей «Сказка о папе и работнике его балде» все роли играют два актера – Леонид Семенов и Кирилл Крутько. Эта благотворительная акция была проведена специально для воспитанников комплексной службы помощи детям. Родилась она на свет в рамках, собственно, сегодняшнего мероприятия. По факту, в Дмитрове сегодня премьера, она будет играться первый раз. А почему «Интерактивная сказка о папе и балде»? Ну, потому что мы много видели детских спектаклей и понимаем, что детям в первую очередь интересно, когда с ними взаимодействуют, и когда их вовлекают в игру. Ну, особенно там до 12 лет уж точно. Ну, или их нужно удивлять какими-то декорациями, невероятными спецэффектами, поскольку декорации и спецэффекты у нас довольно аскетичные, то мы решили сделать ставку на интерактивность, поэтому у нас помимо Пушкина, помимо его текста, помимо нашей игры будут еще и игры, и какие-то взаимодействия с детьми. Нам просто понравилась очень эта сказка. Я вообще сказку о папе и балдею – это моя любимая сказка Пушкина детства. И так мы как-то сошлись на том, что эта сказка как-то подойдет. Ну, еще юбилейный же год Пушкина довольно. На поверхности этот повод лежит 225 лет, поэтому хороший повод вспомнить наше все. В этом спектакле нет строгости правил взрослого театра, где зрители чины сидят на местах и соблюдают полную тишину. Детскую аудиторию ожидало яркое и динамичное зрелище за мгновенно переменные образов. Раз, два, три, четыре! Детский аудитория В рамках данного проекта планируется еще одно мероприятие. Это спектакль «И голоса органа снова грянут». Спектакль литературно-драматический. Его представит актриса театра и кино Ирина Язвинская и в сопровождении в музыкальном молодого талантливого пианиста Артема Псарева. Проект продолжится. 18 мая в Центральном дворце культуры «Созвездие» состоится музыкальный спектакль «Жизнь как сон» по новелле Пеппино Валетта, известного итальянского кинорежиссера и сценариста Паула Сорентину. Продолжение следует...